Аудиокнига Джованни Бокаччо, Декамерон. День шестой, повесть десятая, читает Мария Соловьёва. Брат Лука обещает крестьянам показать перо Архангела Гавриила, но, обнаружив угли там, где лежало перо, уверяет, будто это те самые угли, на коих был изжарен святой Лаврентий. Когда все члены общества отбыли свою очередь, Дианео, видя, что теперь надлежит рассказывать ему, не стал дожидаться особого приглашения и, попросив умолкнуть тех, кто всё ещё восхищался острым словом Гвида, начал так. «Дорожайшие дамы, хоть я и пользуюсь преимуществом рассказывать о чём угодно, нынче я всё же не собираюсь уклоняться от того, что послужило вам предметом для столь остроумных рассказов. Идя по вашим стопам, я хочу рассказать, как ловко один монах Ордена Святого Антония избегнул с рама, вовремя учуяв ловушку, которую ему подстроили два молодых человека. Надеюсь, вы не будете на меня в обиде, если я, чтобы не комкать рассказа, отниму у вас порядочно времени. Ведь солнце ещё в зените, гляньте на небо». Вы, наверное, слышали, что в нашей округе, в Вальдальза, находится селение Чертальда. И хотя селение это и невелико, в былое время там жили люди знатные и состоятельные. И вот туда-то, зная наверняка, что там будет чем поживиться, долгое время имел обыкновение являться раз в год для сбора пожертвований, поступающих от простофиль, монах Ордена Святого Антония, брат Лука, которого радушно принимали в Чертальда, быть может, не только потому, что там жили люди благочестивые, но также и из-за его имени, ибо в тех местах родится Лук, славящийся на всю Тоскану. Брат Лука, рыжий, низкорослый, был весельчак и душа общества. Круглый невежда, он, однако ж, пользовался известностью как великолепный находчивый оратор. Кто его не знал, тот почитал его за великого Ритера, за новоявленного Цицерона или же за Квинтилиана, и всем он был друг-приятель. И вот как-то раз в августе он по своему обыкновению пошел туда, и воскресным утром, когда все добрые крестьяне и крестьянки из окрестных деревень пришли в свою приходскую церковь к обедни, он, выбрав время, вышел на обвон и обратился к прихожанам с такими словами. Возлюбленные братья и сестры, сколько вам известно, есть у вас такой обычай, каждый год помогать неимущим, находящимся под покровительством святого Антония, зерном и хлебом, кто сколько может, все зависит от вашей зажиточности и от вашего усердия к Богу, дабы блаженный Антоний охранял ваших валов, ослов, свиней и овец. А еще вам надлежит уплатить небольшой взнос, который вы платите раз в год, особенно это относится к тем, кто приписан к нашему братству. И вот для того, чтобы все это с вас собрать, начальник мой, то есть отец-настоятель, и послал меня сюда, того ради в четвертом часу по полудни, вы как услышите звон, идите с Богом сюда к церкви, и я по обыкновению скажу проповедь, а затем вы приложитесь к кресту. Помимо этого, за то, что вы так чтите нашего покровителя святого Антония, я в виде особой милости покажу вам великую и предимную святыню, которую я сама лично привез из святых мест, а именно перо архангела Гавриила, которое он обронил в Назарете, в жилище Девы Мари, после того, как поведал ей благую весть. Засим брат Лука продолжал служить обедню. Когда брат Лука обратился с этой речью к прихожанам, в густой толпе молящихся находились два юных забавника, Джованни дель Браганьера и Бьяджо Пиццини. Посмеявшись, тихомолку на цветы не брата Луки, они хоть и были с ним в большой дружбе, их бывало водой не разольешь, порешили поднять его с этим пером на смех. Прознав, что брат Лука обедает нынче у своего приятеля, и уверившись, что он уже сел за стол, они пошли в ту гостиницу, где он остановился, предварительно условившись, что Бьяджо заговорит слугу брата Луки, а Джованни в это время поищет в вещах брата Луки перо и стащит его. Обоим было любопытно, что-то он скажет потом народу. Слугу брата Луки одни называли Гучу Кит, другие Гучу Грязнуля, а иные Гучу Свинья. И был он до того дурашлив, что сам Липотопа уж верно ему в том уступал. Брат Лука любил подшутить над ним в тесном кругу и говорил про него. «У моего слуги девять таких свойств, что если бы хоть одно из них было у Соломона, у Аристотеля или же у Сенеки, этого было бы довольно, чтобы опорочить всю их добродетель, мудрость и святость. А теперь представьте себе человека, у которого нет ни добродетели, ни мудрости, ни святости, а тех самых свойств девять». Когда же брату Луки задавали вопрос, какие это свойства, он отвечал в рифму. «Сейчас я вам скажу. Он капун, пачкун и лгун, он не исполнителен, не рачителен и не почтителен, он лентяй, разгильдяй, он негодяй. Есть у него и другие изъяны, но о них я лучше помолчу. А вот самая смешная из его замашек, везде-то он сватается, и везде-то собирается снять дом. А так как борода у него длинная, черная, лоснящаяся, то он почитает себя совершенно неотразимым и воображает, что все женщины поголовно в него влюблены. Дай ему волю, он так бы за всеми задравший хвост и бегал. Должен, однако же, заметить, что мне от него польза великая. Кто бы ни пожелал поговорить со мной наедине, он всегда на чеку. Боится, что я отвечу не в попад, и чуть только зададут мне вопрос, он по своему разумению отвечает за меня, да или нет. Уходя, брат Лука строго-настрого наказал слуге смотреть, чтобы никто не трогал его вещей, особливо с умы, ибо там его святыня. Однако жгучу грязнулю сильнее манила к себе кухня, чем соловушку зеленая ветвь. Особенно его туда тянуло, когда он там замечал служанку. И тут он как раз увидел в гостиничной кухне грязную, грузную, приземистую, безобразную бабу с грудями, что корзины, в которых таскают навоз, с лицом, как у барончи, в поту, в сале и в саже, и как стервятник нападаль бросился туда, не заперев двери в комнату брата Луки и оставив на произвол судьбы все его вещи. Хотя дело было в августе, он подсел к огню, и заведя разговор со служанкой, ее звали Нутой, сообщил ей, что он дворянин на предъявителя, и что у него девять уйм флоринов, не считая тех, которые он задолжал, а таковых, пожалуй, будет еще побольше, и все-то он умеет. И дело делать, и лясы точить, ей-ей. Позабыв, что из его засаленного капюшона можно было суп сварить, позабыв о своем рваном, заплатанном, лоснившемся от грязи на воротнике и под мышками полукофтанье, с таким количеством разноцветных пятен, что по сравнению с ним ткани татарские и индийские показались бы куда менее пестрыми, а стоптанных башмаках и дырявых чулках, он, вообразив себя не ниже высокого герцога Кастильонского, объявил, что намерен вырядить ее как куколку и вполне обеспечить, чтобы она могла быть избавлена от горькой необходимости жить в людях. Золотых гор он, дескать, ей не сулит, однако ж, надеяться на лучшее будущее, у нее есть теперь все основания. Но только даром расточал ласковые слова, и это его предприятие, подобно большинству предшествующих, успехом не увенчалось. Словом, два молодых человека застали Гуча свинью, хлопочущим около нуты. Это обстоятельство обрадовало их, полдела было таким образом уже сделано, и они беспрепятственно проникли в комнату брата Луки, дверь в которую оказалась не запертой, и начали поиски с той сумы, где лежало перо. В суме они обнаружили завернутый в шелковую ткань ларчик, а в ларчике перо из хвоста попугая, и решили, что это и есть то самое перо, которое брат Лука обещал показать жителям Чертальда. В те времена он вполне мог рассчитывать, что ему поверят, потому что тогда еще египетские диковины были в тоскане редкостью, это уж потом они хлынули потоком и разорили Италию. Тогда вообще мало кто имел о них понятия, а уж местные-то жители и подавно. Тогда еще там держалась простота и чистота нравов, завещанная предками, и поздние их потомки не только никогда не видели попугаев, но большинство и слыхом про них не слыхало. Довольные своей находкой, молодые люди взяли перо, а взамен наложили в ларецу углей, которые попались им на глаза в углу комнаты. Закрыв ларчик и оставив так, как было, молодые люди незаметно прошмыгнули на улицу, предвкушая удовольствие посмотреть, как-то станет выпутываться брат Лука, обнаружив вместо пера угли. Когда обедня кончилась, бывшие в церкви мужчины и простодушные женщины разошлись по домам. Сосед рассказал соседу, кума куме, так что после обеда в селе началось сущее столпотворение, так много явилось жаждущих взглянуть на перо. Брат Лука, плотно пообедав, а после обеда вздремнув, в четвертом часу встал и узнав, что целая толпа крестьян с нетерпением ждет, когда ей покажут перо, велел сказать Гуче грязнули, чтобы он захватил колокольчики и с умой шел к церкви. С трудом оторвавшись от кухни и от нуты, Гуче взял все, что требовалось и медленным шагом, отдуваясь, до того он разбух от неимоверного количества выпитой воды, направился к церкви. Брат Лука велел ему встать у церковных дверей, и он изо всех сил зазвонил в колокольчики. Когда все собрались, брат Лука, уверенный, что у него все в целости, произнес длинную проповедь, подходившую к данному случаю. Нужно было, наконец, показать перо. Тут он с особым благоговением прочел молитву, велел зажечь два факела, откинул капюшон и осторожно развернул шелковую ткань. Засим сказал несколько слов в похвалу и во славу архангела Гавриила и своей святыне, и только после этого открыл Ларчик. Увидев, что там полно углей, монах не заподозрил Гучу кита. Он знал, что Гучу до этого не додуматься, и даже не выругал его за недосмотр. Он мысленно проклинал себя за то, что доверил свои вещи человеку, которого сам же считал неисполнительным, нерочительным, лентяем и разгильдяем. И все же брат Лука не растерялся. Подняв очи и воздев руки горе, он громкогласно произнес «Слава силе твоей Господи!» Тут он закрыл Ларчик и обратился к народу с такой речью. «Возлюбленные братья и сестры, да будет вам известно, что когда я был еще весьма юн, начальник мой послал меня в те страны, где восходит солнце. Особенно настаивал он на том, чтобы я посетил страну свинячих пузырей. Но ведь надуть-то их ничего не стоит, да что от них толку? И так вышел я из Венеции, прошел всю Борго до Гречи, проехал верхом королевство Алгарское, затем Багдад, прибыл в Пареньоны и, наконец, испытывая сильную жажду, некоторое время спустя достигнул Сардинии. Я не стану подробно описывать вам все страны, где мне довелось побывать. Коротко говоря, переплыв пролив Святого Георгия, я посетил страну проходимцев и страну лихаимцев, страны многолюдные и густонаселенные. Оттуда я пробрался в страну обманулию, там многие монахи нашего и других орденов, ревнуя о Боге, ни в чем себе не отказывают, чужих забот к сердцу не принимают, думают только о своей выгоде и расплачиваются поддельными индульгенциями. Оттуда я направился в землю обруцкую, здесь мужчины и женщины ходят кто передом, кто задом, а питаются колбасами и сосисками. Немного дальше я увидел людей, носивших хлеб на палках, а вино в бурдюках, после чего приблизился к червивым горам. Вся вода с них стекает вниз. За короткое время я забрался далеко, в самую глубь морковной Индии, и, клянусь своей рясой, мне случалось там видеть, как цветут ножи. Кто сам этого не видал, тот может подумать, что я плету небылицы. Но тут не даст мне соврать Мазо Дель Саджо, именитый купец, с коим мы там встретились. Он колол орехи, а скорлупу продавал в розницу. Так я там и не нашел, чего искал, потому что дальше нужно ехать водой. Делать нечего, повернул я назад и достигнул Святой Земли, где в летний год черствый хлеб стоит 4 динария, а свежий даром дают. Там я побывал у великого отца, не броните меня Бога ради, святейшего патриарха Иерусалимского, который из уважения к ордену моего покровителя, святого Антония, к коему я принадлежу, соизволил показать мне все свои святыни, а их у него такое великое множество, что если бы я взялся их перечислять, то так до конца и не добрался бы. Но все-таки, чтоб не огорчать вас, некоторые я упомяну. Он показал мне и перст Святого Духа, совершенно целый и не порченный, и локон Серафима, являвшегося Святому Франциску, и ноготь Херувима, и ребро слова в позолоте, и одеяние Святой Католической Веры, и несколько лучей звезды, которую волхвы увидели на Востоке, и пузырек с каплями пота, струившегося со Святого Михаила, когда тот боролся с дьяволом, и челюсть смерти Лазаря, и прочее тому подобное. А так как я не пожалел для патриарха склонов Монте-Морелло в переводе на итальянский язык, и несколько глав из Содомия, которые он давно разыскивал, то в благодарность он наделил меня кое-чем от своих святынь. Подарил мне зубис из Санта-Крочи, пузыречек со звоном колоколов храма Соломона, перо Архангела Гавриила, о котором я уже упоминал, деревянный башмак святого Герарда Веломаньского, который я недавно пожертвовал во Флоренции Герарду Дибонзи, ибо он особенно высоко чтит этого святого. А еще патриарх дал мне углей, на коих был изжарен мученик, блаженный Лаврентий. Все эти святыни я с великим бережением оттуда вывез и взял с собой сюда. Первое время настоятель не позволял мне показывать их, пока не будет удостоверено подлинные ли то святыни. Однако ж чудеса от них, проистекающие письма от патриарха, доказали их подлинность, и теперь настоятель разрешает мне показывать их. Но только вот что! Перо Архангела Гавриила я ношу, чтоб оно не смялось в одном ларце, а угли, на коих был изжарен святой Лаврентий, в другом. Однако ларцы эти так похожи, что я их частенько путаю, и как раз это самое и произошло со мной сегодня. Я воображал, что принес ларчик с пером, а на самом деле принес ларчик с углями. Однако ж я склонен думать, Более того, я уверен, что это не случайно, на то была воля Божья, и что сам Господь вложил мне в руки ларец с углями. Ведь я только сейчас вспомнил, что через два дня Лаврентий в день. Так, видно, Богу было угодно, чтобы я, показав вам угли, на коих был изжарен святой Лаврентий, исполнил ваши души благоговение, которые вы должны к нему упитать. Вот для чего он внушил мне, что я должен взять не перо, как я предполагал вначале, но честные угли, покашенные жидкостью, содержавшиеся во святое его плоти. А посему, возлюбленные чадо мои, обнажите головы, и с благоговением приблизьтесь, дабы узреть их. Знаете, на ком эти угли изобразят крест, тот потом целый год может быть уверен, что когда он обожжется, то это будет ему очень даже чувствительно. Тут брат Лука запел торопарь святому Лаврентию и, открыв ларчик, показал угли. Некоторое время скопище глупцов рассматривало их с благоговейным трепетом, а потом все, давя друг друга, стали протискиваться к брату Луке, жертвовали ему больше обычного и просили коснуться их углями. Того ради брат Лука стал чертить углем кресты во всю длину и во всю ширину их белых рубах, полукофтани и покрывал. При этом он уверял, что от начертания крестов угли уменьшаются в размерах, но потом опять вырастают у него в ларце. Это, мол, он уже не раз наблюдал. Так, к великой для себя выгоде, окрестил он всех местных жителей и, благодаря своему хитроумию, посмеялся над теми, что, похитив у него перо, рассчитывали посмеяться над ним. Молодые люди слышали его проповедь, и после того, как он у них на глазах с помощью подходов и витиеватых оборотов речи столь ловко вывернулся, обоих разобрал такой смех, что у них долго еще потом болели скулы. Когда же народ разошелся, они направились к нему и с диким хохотом рассказали о своей затее, а затем вернули перо. И на следующий год оно пригодилось брату Луке так же, как в тот день пригодились угли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова